Всем привет! Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. И это вторая часть видео, посвященная ответам на ваши вопросы относительно того, как мой муж получал апробацию здесь, в Германии. В этой части видео мы будем говорить непосредственно про сам экзамен, как он проходил и так далее. И первый вопрос – это форма проведения экзамена. Как проходит экзамен, собственно? Ну, приходишь на экзамен, там, значит, сначала бумажки такие раздают с планом, как он будет проходить. Там написано, в какое время, куда нужно идти. Сначала заходишь в кабинет и начинаешь осматривать пациента и расспрашивать. Там лежат анализы, можно там пропальпировать, прощупать, проускультировать, все, что хочешь с пациентом делать можно. Вот. Нужно примерно догадаться, какой у него диагноз и опросить его таким образом, ну, уже нацельно, то есть вообще не полностью, а обсмотр, там, если делать полностью осмотр, там, обследование, это займет много времени, это должно быть минут 15-20, чтобы сначала определиться по его жалобам, что действительно у него, там, ну, скорее всего, может быть, за болезнь, и потом конкретно уже нацельно задавать вопросы, чтобы это потом хорошо выглядело в истории болезни. Потом идешь в отдельную комнату и начинаешь писать историю болезни. Там есть, на бумажке даются специальные пункты, которые нужно, чтобы были, ну, то есть, анамнез он дан, нужно писать клинику, диагноз, диф диагноз, прогноз, медикаменты, ну, и у всех по-разному, то есть, там, может быть, например, диф диагноз не нужен, а может быть, он нужен или что-то другое не нужно. Ну, нужно как бы быть готовым к тому, что на любое просто сможешь написать ответ. Ну, а после этого уже бумаги сдаешь, и начинается уже просто конкретно вопрос. Заходишь в комнату, у тебя три профессора, каждый профессор спрашивает по своей специальности. Две специальности – это терапия и хирургия, третья специальность – это этапа, по которой были выявлены дефициты на экспертизе диплома. То есть, следующий вопрос как раз был, сколько человек принимает экзамен, это три профессора, да? Да. И в предыдущем видео мы уже сказали, что состав комиссии тебе заранее известен, и можно немножко подготовиться, зная, какие вопросы, например, наиболее часто задают эти преподаватели, по какой дисциплине они, да? Да. То есть, можно заранее подготовиться. Также был вопрос относительно статистики, как часто сдают или заваливают этот экзамен на апробацию. Ты знаешь какую-то статистику? Ну, статистика, я читал только по земле. Северная Рен-Десфалия, там около семейских процентов заваливают изначально экзамен. У нас тоже, наверное, статистика не очень утешительная. Я в Гестинге у нас тоже с несколькими людьми общался. Я только знаю двоих. Оба завалили с первого раза. Со второго раза вот у меня знакомая сдала. А другая еще не сдавала, наверное, по второму разу. А сколько попыток дается на то, чтобы сдать этот экзамен? Только три. Всего три попытки. И если ты не сдал с третьей попытки, то? То... Ну, тут тоже вопрос такой, что на форумах пишут по-разному. Попробовать в другой земле, например. Или есть сейчас, по-моему, поменяли закон. Что-то я читал, что в Баварии можно сколько хочешь теперь сдавать. А в других вроде бы нет. А может быть и везде уже. Просто об этом как бы сейчас не так много пишут. Можно на форумах найти, если как бы заинтересоваться. Я просто сильно не интересовался этим вопросом. Я до такой степени не боялся, чтобы уже читать, что будет, когда третий раз не сдам. Нет, выход всегда есть. То есть, ну, я думаю, что не нужно будет ехать обратно к себе домой. Ну, нужно будет просто или землю поменять, или там еще раз просто оплатить экзамен сдать. Ну, то есть выход есть. Да, есть. Сколько стоит этот экзамен? Экзамен стоит везде по-разному. Где-то самая дешевая цена, я видел, 400 что ли, или 450 евро в какой-то земле. А, нет, это в Баварии он, по-моему, 67 евро он стоил. Да, ну сейчас подняли, ты говорил, да? Да, там вроде бы в последнее время тоже стало 400 что ли. Но это, по крайней мере, не 1200, как, а не, 1100. 1100 стоило бы в Герсене, да. В Герсене еще одна земля, вот они за экзамен берут 1100. Это какая-то вообще, да, я просто не могу понять, почему в одной земле 400, в другой 1200. При том, что, да, зарплаты-то, они как бы по этим землям не сильно отличаются. Вот просто они захотели и поставили такую цену, и ты что делаешь, что хочешь. Здесь бы хотелось еще дать совет тоже врачам, ну, что можно сначала поговорить с больницей. Вдруг больница согласится заплатить эти деньги, если что это большие деньги. Ну, мне, по крайней мере, больница заплатила. То есть, ну, за спрос денег не возьмут, просто прийти и поговорить. Как это правильно говорить? Ну, я думаю, что... Ну, это как бы, да, это самое сложное, как вот сказать начальству, что ты хочешь с них 1100 евро за свой экзамен, при том, что у тебя апробации нету, да. И неизвестно, останется это у них еще или нет. Можно вообще, как бы, попробовать, конечно, подойти и сказать, что, вот, уже у вас давно работаю, все нравится, вот, экзамен на апробацию скоро будет. Пришел вот такой счет на 1100 евро, не ожидал, вот, прям на руках сейчас нету, а вот уже оплатить надо через месяц. Хотелось бы, чтобы больница как-то помогла, потому что мне у вас нравится, я бы дальше у вас еще остался, вот, рассчитываю на вашу помощь. Вот, скажут нет-нет, заплатят, ну, хорошо. Ну, попробовать стоит, потому что сумма действительно не маленькая, там, 1100, 1200 или это 400-500 евро. Если такие деньги больницы заплатят, это однозначно хорошо. Да, в любом случае. Сколько длится по времени экзамен? Ну, с утра до обеда, где-то длится. Да, и проходит, у тебя он проходил? Спрашивают по одному человеку, там, поэтому, а меня где-то спрашивали, минут 70-80 держали в кабинете. Ну, пока вот все так спросят, тоже идет-идет, и частенько приходится, просто, там, сидеть час-два, два с половиной, а то и три ждать, там, пока тебя позовут, уже сидишь, нервничаешь, трясешься весь. А где у тебя конкретно проходил экзамен? В каком городе? Это был университет Марбурга. На горе. Да, университет был на горе. Тоже такой случай получился, что я думал, что... Я посмотрел по картам, по телефону, что там недалеко идти, а мне советовали на автобусе проехаться. Ну, я в городе спрашивал, там, говорят, да чего он едет на автобусе? А я посмотрел, думаю, что я там три километра не проеду, что ли. А когда ваша три километра, он на горе находится, и карты, эти гугл-карты показывают, типа, иди прямо, а там гора крутая. И пришлось как-то вот так вот по горе лезть, так сбоку, так там, чуть не упал. В общем, да, лучше подстраховаться и ехать на транспорте. Да. Ну, естественно, ты перед экзаменом снимал отель и ночевал, конечно, в городе, где будет проводиться экзамен, да? Экзамен утром, да, рисковать не стоит. С поездами все, что угодно может случиться. Лучше, конечно, подстраховаться уже, взять отель, в отеле уже в тишине почитать, настроиться на все и издать. Был еще такой вопрос уточнения, что человек писал, я так понимаю, все это происходит на немецком языке, ну, конечно, если вы сдаёте экзамен немецким преподавателям, то говорить придется и понимать все придется на немецком языке. Не, ну, мы пропустим этот вопрос, да. То есть это само собой разумеется. И еще такой последний вопрос, когда и каким образом оглашаются результаты, потом, как скоро ты получаешь апробацию на руки? Ну, вот когда с преподами уже поговорил, они говорят, выйди, подожди пять минут, выходишь, стоишь, тоже трясешься, потеешь, дергаешь глазом, так как потом они зовут и говорят, чем закончился экзамен. Ну, меня позвали, сказали, ну, вот, все спрашивали, что вот, отвечал-то неплохо, конечно, глубоких знаний нет, еще много можно, надо готовиться, что вот есть пробелы, что нужно совершенствоваться. Ну, сказали, в общем, сдал. Да, самое главное в конце. Да, вот так вот. Сдал. Да, и потом апробацию на руки ты когда получил уже? Ну, там больше месяца, по-моему, прошло. Сначала пришел домой, ждал там неделю, пришло письмо, что нужно вот собрать вот такие документы, выслать, и потом приедет апробация. Собирал документы, справка там из полиции, что ни к чему не привлекался, потом от врача, да, ходил к участковому, тоже взял справку, что здоров. Участковый тоже порадовался, что я сдал, он меня знает, по плечу похлопал. Вот, все документы отправил в конвертики, уже максимально экспрессом, чтобы уже апробацию получить. И все равно они там что-то мурыжили, сразу не отправляли. Прошло больше двух недель, пока она пришла. Но зато пришла, уже апробация сразу откопировала, передала начальству, и мне стало официально можно дежурить. И есть еще небольшая ложка легтя в бочку меда. После получения апробации, когда у тебя уже документ на руках, приходит письмо со счетом. Нужно оплатить саму эту апробацию. Да, все верно. Казалось бы, уже и платил за Гутафтен там 400 или 500 евро, там кто-то, я знаю, 600 платит. Платил там уже за экзамен на сдачу ЦАНС медицин тоже там 200. Каждый раз это все и поезд, и отель, и все, и все, и все. И потом еще экзамен на апробацию тоже 1100. Кажется, вот только ты делаешь, что ты работаешь на вот эти вот на экзамены, на гибюры, гибюры, гибюры. И когда уже все сдал, расслабился, думаешь, все хорошо, приходит письмо, что вот ты получил апробацию, и будь добр, еще 400 евро заплати. 440 что ли еще. Я даже на арабате, я не понял, там написано, что это фервальтумс гибюр. Ну, так сказать, какая-то руководительная оплата, что ли. Я говорю, что это за фигня вообще? Они говорят, ну, понимаешь, там люди сядут, которые вот эти бумажки делают, вот апробацию дали, говорят, вот эта вот бумага без водяных знаков, без ничего, просто распечатанная на принтере и с росписью, вот за это 440 евро. От того, что они сидят просто своими задницами там на стульях, ничего не делают, подписи ставят, вот за что эти деньги, собственно. Потому что кто же будет их, бедных, несчастных, кормить? Ну, собственно, это все, что мы хотели вам сегодня рассказать, ответить на ваши вопросы. Если еще какие-то вопросы у вас остались, обязательно задавайте их под этим видео. Будем стараться отвечать. Еще когда-нибудь, говорю, Сережу записать видеоответы. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. Старайтесь, стремитесь, живите этой мыслью, и все у вас получится. Все будет хорошо. Всем пока. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok